покупочки озон очень интересно мало давайте открывать купила по совету ли она и будем пробовать с вами это агафья мыло для бани уход за телом травяной 37 трав здесь очень хороший состав сейчас откроем понюхаем посмотрим вот кому интересно кто пробовал напишите обязательно и вот такие два горшка пока два небольшие слушайте надо мне еще такие же сейчас заказать 2 литра это по моему 3 литра если я не ошибаюсь надо посмотреть заказала в цвет своего зала как бы да сейчас они вообще горшки не вписываются поэтому вот так еще мой хлорофитом слава богу начал активно размножаться я уже раз точки поставила воду надеюсь кот не сожрет на холодильнике храню надо будет и на холодильнике взращивать потому что он везде за это жрет его только рассажу он не жрет горшки вот такие вот покажу этикетка на мешает прилипла здорово пахнет мыло просто божественно тюльпаном вот у меня сразу тюльпан у меня был когда-то то ли шампунь то ли бальзам уже много много лет назад от агафьи и он пах вот так тюльпаном и а потом долго искала не нашла боже вот для меня здесь на первом месте запах тюльпаном тюльпаном и конечно травка зелень смотрите какой на густая аля написала что использует как гель для душа и после него уже никакой гель для душа использовать не хочется мега густой вот такой вот будем пробовать так вот такой у него цвет кстати вот на крышке тут же бумажка инструкция теперь горшки горшки сейчас уже современно не без подвонов они идут на системы полива как бы чтобы корни не гнили лишняя вода стекала да они есть такие на веберс но дороже были на тот момент сейчас скорее всего на зоне подешевле у нас здесь с вами удары прочный для пересадки растений не тестирует сахар шок на животных и аэрация корней то есть да как бы воздухообмен лишнего по всем уходит вот сюда вот вниз а когда корешки они потом когда пересаживаем растение не туда спускается не грубо говоря вот отсюда даже торчат да когда влага цветочку нужно лишнюю влагу оттуда из горшочка заберет да то есть не перельем дизайн красивый мне очень понравилось под цвет мне под зал подходит цвет очень красиво поэтому я вот в эти большие наверное пересажу свои старые растения сейчас нечего земля свою дарис придет старые и закажу сейчас поменьше для новеньких для малышек точно такие же закажу на двухлитровый ралан а вайлдерис а такую интересную приправу сумах с девчонками в телеграм обсуждали и девочки посоветовали мне интересно стало взяла сейчас откроем посмотрим тенки говорили что хорошо подходит к мясу есть кислинка да действительно по аромату есть кислинка не могу понять даже на что похоже но пахнет вкусно в общем буду пробовать добавлять потом расскажу а сейчас с вами будем цветы пересаживать я не дождусь никак землю с вайлдерис поэтому вчера были в глобусе купила землю в глобусе вот такую вот обычную грунт цветочный и сейчас начнем пересадку вот он у меня как раз цветет как побольше будут вот эти малыши буду их обрезать и пересаживать заказала еще горшков вот так выглядит до зимой они страдают летом они пушистые мне кажется мне вот этому хлорофитом уже лет двадцать вот честно и он у меня уже пересаживался и пытался погибнуть и не получается у него они вообще такие непривередливые цветочки очень люблю и зелень красиво в общем вот такой показываю вам двор и будет пересадка сейчас вот такой горшочек пришлось мне все-таки сломать корневую систему пересадить потому что в горшке был сплошной корень сплошной он уже из горшка вылез в миску и нужно разрядить поэтому придется еще на инга заказывать горшки я его разрядила я половина сейчас в один половина в другой также буду разряжать и второй свой другого сорта мне хлорофитом в общем вот здесь половина не знаю что цветочки не любят когда ломашек корневую систему пересаживать надо крайне аккуратно но хлорофитом он такой живучий думалыш он такой живучий поэтому я думаю с ним не должно ничего случиться я много корней по обломал ну потому что сплошной корень там практически в горшке земли где было сверху чуть-чуть и все то есть питание неоткуда получать поэтому пока вот такой красавчик сейчас протру ему листочки отправляйте на подоконник и будем заполнять второй горшок смотрите что творится это вторая половина тут уже земли практически нет одно корневище поэтому если хотите чтобы у вас цветочки себя хорошо чувствовали пересаживать их почаще я пересаживала последний раз два года назад а вот кстати какая песня вот так мои хорошие пока стали на подоконник взяли оба здесь тепло светло и хорошо им будет и кот пока сюда вроде не лазит так что надо заказывать еще горшки и рассаживать второй забрала сегодня мой любимый универсальный кислородный очиститель бренд фрибис которого просто не представляю свой дом муж с вами его тестировали и сегодня будем тестировать еще раз универсальная очень крутая вещь который просто должна быть в каждом доме это у нас с вами перкарбонат натрия который справляется у меня с любыми просто пятнами которые настолько универсальны что можно забыть про все другие средства сейчас расскажу я ему же что только не делала какие пятна не выводила когда крашу голову у меня как правило все футболки светлые почему-то всегда делаю в светлой футболке у меня нет отдельной футболки для покраски волос да а как правило вот этот сиреневый пигмент которым я крашусь он очень редкий прошу кого не отстирывает вот замачиваю вычистители бренд фри все все идеально что еще делала мы с вами ковшик тот раз очищали да и пятна выводили очень сложные застарелый который порошок тоже не берет на порошок с любым другим пятновыводителем отбеливателем не берет на стирке даже 90 градусов что хочу сегодня сделать сегодня у нас с вами сложные пятна приводим все в порядок как я вам уже говорил у меня такой в декабре марафон к новому году в идеальное состояние будем отстирывать пухонные полотенчики тряпочки еще покажу какие у меня накопились сложные пятна и хочу сегодня украшение у меня уже давно потемнела цепочку мне давно потемнел крестик хочу тоже обработать потому что с помощью вот этого пятного пятного водителя очистителя можно практически делать все девчонки у меня крестюшка недавно в спальне где-то отыскал у меня там на полочках стоит косметика которой редко пользуюсь пигмент бирюзовый для век блески с ярким бирюзовым пигментом и она его рассыпала весь на ковер вот просто весь на ковер всем ну то есть полметра на метр где-то масштаб поражения это был просто трендец и вот я развела бренд фри по инструкции в инструкциях каждому материалу каждому способу применения есть подробное описание как выводить плесень как с ней справляться как чистить металл какой можно чистить металл посуду столовые приборы одежду ткани даже деликатные ткани если вы посадили пятно можно тоже вполне все сделать он работает при 90 градусах да но когда пройдет реакция мы разбавляем до нужной температуры воды допустим деликатную ткань можно только при 30 градусов разводим холодно 3 до 30 замачиваем и все выводится изумительно просто то есть вот для всего абсолютно для чистки посуды плиты он безопасен это сода которая потом после реакции выделяет активный кислород который расщепляет все вот эти загрязнения девчонки в telegram уже писали просто воды что как мы без этого средства жили я с вами полностью согласна и благо что такую вещь придумали и теперь вещи служат дольше не приходится выкидывать я развела по инструкции для обивок и ковров как надо разводить да в кипяточке тоже вот и обработала ковер обработала ковер подождала полчаса где нужно было много пигмента потёрла потому что все-таки есть ворс у ковра не очень он такой волкошерстный он достаточно пушистый и все и ура влажной тряпочкой все это собрала пылесос потом там проехался все сделал свои дела красота так что будем делать сейчас оставила кипятиться воду воды нужно много потому что замачивать будем много сейчас она закипит и мы на бренд фри будем выливать ее то есть сначала в тазик мы будем класть с вами порошочек и потом уже сверху заливать кипятком реакция пошла кидаем туда вещи информацию вам показываю состав меры предосторожности противопоказания здесь тоже есть смотрите использовать средства для изделий из шерсти шелка пуха и пера кожи зарушенную вугу мембранных тканей противопоказано и металлы смотрите какие медь алюминий алюминий может потемнеть из реакции поэтому тоже нельзя а все остальное пожалуйста и так далее можно стирку усиливать но мне прям нравится замачивать смотрите что у нас сегодня на повестке дня тряпочки кухонные это вот прям сегодняшняя липанула делала макияж на футболке тени жидкий люкс визаж порошок у них не отстирывает даже при 90 градусов такие вот они стойки поэтому сейчас это пятнышко с вами тоже давайте вот эту футболку у меня уже пережила а 10 замачиваем и потому что я постоянно в ней крашу волосы она у меня вся изляпана бывает краской сиреневой и все изумительно отстирывается мне тут еще где-то крестушка недавно маркером не на водной основе который тоже не выводился а при обычной стирке я потом замачивала прям вот такую огромную полосу салатовый поставила тоже все отстиралась футболка у нас с вами пойдет вход это чистые тряпочки после стирки вот так они выглядят они не отстирались кухонные сейчас мы все это с вами дело будем замачивать так полотенчики вот такой тоже не отстирался при обычной стирке порошком фаберлик замачиваем так вот чистенький полотенчик который тоже тут у меня где-то было пятно хочу вывести он новый чем-то посадили вот после стирки тоже пятно не выявилось смотрите будем потом смотреть и вот здесь желтые пятна не пойму от чего по что-то типа приправы куркумы наверное потому что она как идет как пищевой краситель очень тяжело при стирке выводится с тканей вот эту тряпочку тоже замачиваем дальше девочки мы будем замочку бросать с вами коврик для сушки посуды здесь ржавчина у нас с вами много видов сегодня пятен видите даже видно это колесико от мясорубки то есть я промываю детали они все металлические потом кладу и остается на ткань ржавчина не отстирывается ничем вот коврик весь целиком показываю будем с вами выводить так и у крис футболка тоже не отстирывается 1 вот здесь вверху от еды прям вот такое вот пятно темный от пюрешек от чего не знаю вот она после стирки у меня с батареи сняла и не отстирывается тоже сейчас будем кидать замочку дальше достала контейнер для столовых приборов и украшений но цепочка еще по-божески выглядит а вот крестик он совсем не стали потемнел за одно сняла обручальное кольцо придадим ему блеска вот так выглядит крестик видите он в центре вот уже совсем по краям возле камешков потемнел вот так он выглядит столовый прибор это серебряная ложка который крестюшка кушает смотрите как потемнело это серебро кладем дальше но здесь вот более-менее но тоже есть над чем поработать а есть прям у меня ложки вот смотрите вот это все дело будем убирать сейчас ложка чайная видите вот здесь вся потемнела тоже будем это все сейчас убирать дальше мы берем с вами ложечку и видите какие гранулы абсолютно никакого запаха нет никакой химии нет никакого хлора нет все безопасно и деткам и животном лотки обрабатывайте место где животные спят там у вас пятна какие-то все можно так но это мало 1 я сейчас надо сборочкой ложечки 3 вот таких засыплю по-хорошему там мерная ложечку можно взять от какого-либо порошка и насыпать вот этого достаточно все на такое количество одежды так теперь сюда теперь сюда сначала все вытаскиваем насыпаем тут тоже нужно немного вот так все вода у меня же закипела сейчас будем наливать реакция выделяется обильно активный кислород и мы начинаем уже с вами класть вещи чтобы во время реакции все у нас с вами с пятнами поработала вот так так можно взять теперь тоже ложечку она уже кстати такая блестящая и все погрузить чтобы реакция у нас шла когда ткань уже находится в тайске в прошлый раз я ждала конца реакции это все выделилась да но по-хорошему нужно делать именно вот так век живи век учись да девчонки все как следует погружаем и теперь опускаем в этот раствор ваши с вами столовые приборы серебряная ложка пошла так кольцо обрученная крестик кстати вот тут с кипятком аккуратно если есть где-то клей я вот не знаю есть здесь на камни приклеены или нет на крестике если есть клей может отвалиться поэтому я наверно сейчас крестик минут через пять брошу когда уже не такой сильный кипяток будет немножко подостынет потому что мне страшно если камешки отвалится с крестика клей расплавится одни из-за очистителя бренд-фри а из-за того что кипяток может быть такое скорее всего они здесь судя бы они это не в пазы у меня вставлена нет девчонки кидаю вот тут видите по бокам держит их поэтому кидаю все так вот ложка еще это грязное столовые приборы где-то полчаса рекомендуется держать в растворе да потом ополаскиваем а вещи час-два в прошлый раз на застарелое пятно но я не кидала во время реакции мне нужно было часа полтора потом когда я уже начала делать правильно кидать вещи в замочку во время реакции пока она еще идет видите реакция еще идет то гораздо быстрее все происходит и все пятнышки исчезают гораздо быстрее прям практически на глазах все оставляем и тут еще и до термоса может добралась он каждый день фокус берет с собой на работу чай на улице работает смотрите он весь вот такой вот темный от чая какой налет там на дне вообще но термос вообще этот неудобно мать у носки рука туда не прорезать лошком но тоже не почистишь поэтому мы сейчас с вами его обновим вода уже закипела что мы с вами теперь делаем мы берем ложечку пришлось одну ложку извлечь потому что я все туда побросала и она уже очистилась можем с вами в нее посмотреть все привет такая вот хорошенькая берем с вами ложечку я думаю половинки будет точно достаточно насыпаем в термос так копачки выключаем здесь вообще лучше все это дело девочки делать в раковине потому что может распалиться через берем кипяточек и реакция же пойдет вам не как раз почти хотела вот такого я еще не видела смотрите все все грязь сейчас выйдет мне кажется сразу сразу вот этот чайный налет пошел потрясающе так мы теперь оставляю пусть работает средства есть минут прошло мне прям хочется термос уже слить и посмотреть что там происходит давайте 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 вместе рак гляньте ничего себе ай вы видели это но пар я пока не пойму чистый чистый курс сейчас ополосну жить ни разу него причем вы видели сколько воды по факту было да то есть он очистился везде во время реакции еще видимо вот такой вот хорошенький как новый теперь фокус фокус я еще знаете что сделала взяла губочку намочил ее в растворе в котором сейчас находится ложки вилки и вот тут снаружи протерла потому что здесь тоже такое чая было просто протерла и все это шло класс поэтому покажу мужу сюда термоса кинула вот эту крышку она тоже тут на ней чайный налет она пластик сейчас буквально пару минуточек я думаю все сойдет и крестюшкину от бутылочки вот эту штучку потому что тут очень удобно чистить и мыть даже щеткой между этими зубцами образуется налет я смотрю он должен практически отошел ну все я думаю столовые приборы уже можно доставать такая сверху образовалась грязь смотрите как налет сейчас я их промою мы с вами посмотрим что получилось ну что девчонки все блестит красота я уже не помню на какой из чайных ложек у нас с вами был налет но она все чистое и просто переливается если у вас вот такие же столовые приборы как у меня с какими-то вырезанными частями и так далее то наверняка вы тоже чистить их часто самый быстрый идеальный способ когда они гладкие с ними особенно таких проблем не это когда вот это вот все дело есть с ними проблемы если тут ложка не из этой коллекции мне кажется на ней был налет у нас с вами все чистенько везде даже где буковки чистота вот ела просто водой замечательная ложка тоже была темная все прекрасно красота а вот эта ложка мне кажется это не серебро девчонки потому что посмотрите она очищена она вся очищена сверкает переливается но она потемнела не сейчас от бренд free а еще до этого это не налет такое ощущение что это не знаю алюминий не алюминий что это обман нам ее дарили поэтому я не знаю каких-то местах она сверкает а вот где вот это вот потемнение она потемнение ни одна львота не от грязи не отчего а вот сам металл наверное обманули до ложка не серебряная мне кажется нифига но тем не менее она тоже сверкает все чисто все здорово так вот у нас с вами цепочка цепочка вообще посветлела я зря говорила что она чистая нет вот теперь она чистая так кольцо но она в принципе нормально было фокус на ложках фокусируется но сейчас нормальная сверкает побольше конечно и крестик теперь сверкает переливается что вот этого черная она так и задумано как бы он так и продавался с вот этим вот так красиво теперь все сверкает блестит переливается просто красота посмотрим что у нас тут с пятнами и будем отправлять в стирку так футболочка где у нас перед теперь господи где перед этикетка вот она вот перед футболочка отличненько вообще шикарно жавчину тоже не нашла тряпочки вроде все чистенькие вот это чистенькая водичка еще теплая но уже часа два у меня стоит пока дела свои делала так а тут у нас какое пятно было какое-то было пятно мне кажется вот тут она где-то была вы полотенчик достала тоже 5 он не вижу все отлично к сейчас будем закидывать на обычную стирку с порошком и потом все покажу еще раз машинка постирала сейчас будем с вами проверять все первую нас коврик для сушки посуды ржавчины нет ура я столько раз уже стирала вот это пятно все равно оставалось классно дальше поехали . шик блеск красота тряпочка была желтыми пятнами сто процентов все отлично замечательно полотенчик который был самый грязный идеально чистый все отлично висит на батарее так лучше видно вот полотенчик который тоже был грязный он идеально чистый камера не ловит освещение фокус свет плохо падает вот идеально чистый еще один полотенчик вот так почему-то передает по-другому совершенно при дальнем рассмотрении идеально чистый тоже и тряпочки все оставшиеся тоже выглядят просто идеально нигде ни одного пятнышка так вот нагляднее почему-то свет плохо на машинку падает и вообще непонятно что к чему все чистенькое все свеженькое просто отлично я уже не первый раз убеждаюсь в качестве этого средства дешево и сердито бренд не раскручен как какие-то другие пятновыводители отбеливать или там так далее поэтому не заламывает цену от души рекомендую шли горшочки сазон очень хорошо что они пришли немножко пораньше написано 29 это тот же производитель что и предыдущие горшки просто в другом цвете сейчас расскажу почему он цвете зеленый горшок какой-то сверху грязный смотрите черная какая-то ерунда где-то на складе валялся и другой немножко дизайн потому что в таком цвете горшков как те сиренево не было к сожалению к великому здесь объем уже 2 и 3 литра вот этот ментоловый пойдет еще не решила кстати на на кухню подходит да и в комнату в детскую на подоконник либо в детскую пойдет беленький у нас цветочек 11 на кухню вот специально заказала здесь тоже умный полив то есть вот эти штучки вытаскиваются если мы вдруг перелили вода стечет вниз да там достаточно места когда она будет нужна цветочку он эту водичку корешками заберет вот а еще пришла земля свайл берез кстати сейчас покажу тоже распакую но я буду до использовать навряд ли мне конечно хватит вот эту землю из глобуса она мне кстати очень понравилось цветочки сидят уже какой получается третий день все отлично здорово хорошая земля хорошая видно прям сейчас посмотрим что своих без пришло пришла земля что очень неожиданно особенно новая березда здесь 5 литров сейчас посмотрим отзывы вроде неплохие она лежит внутри называется садовая земля для овощей цветов зеленых культур и их рассады содержит полный набор питательных веществ универсальная для цветочков там работал их рекомендовали сейчас откроем потерла горшочек оттерся но все равно как-то не очень конечно да вот про что вам говорила да айрация корней корни дышит и корни а лишнюю воду если что забирают потом она находится там интересные горшки мне кажется в них цветочком будет попутней себе что тут землей было под землей представляете вот как раз я у вас про удобрение спрашивала где не сейчас наверное мы с вами цветочки подкормим цветы нарисованы тоже тоже можно подкормим обязательно мои хорошие чтобы росли лучше собственно говоря сам второй цветок это хлорофитум другого сорта по моему бонни девочки мне в телеграм писали которые вот такой вот кучерявый у него листики завиваются некоторые прям кучеряшками очень интересный сорт он у меня появился неожиданно в обычном цветке просто начал расти обычный хлорофитум и полезли вот такие вот полосатые листочки это было года два назад даже три наверное я их рассадил то есть по сортам от него отсадил он вот такой вот кучерявый он в хорошие свои времена вот так весь горшочек шапочкой покрывает очень здорово я думаю сейчас я его вытащу и там тоже будет сплошной корень здесь не все так плачевно но по сути тоже в принципе очень мало уже земли сплошная корневая система ему давно уже здесь плохо и тесно сейчас будем все это ломать и пересаживать не надо мне только пожалуйста писать что цветы пересаживают весной хлорофиту можно пересаживать когда душе угодно он это дело любит и все стерпит хотя девочки в телеграмм ноги писали что у них не приживается но как правило из-за котов в основном мой пока к пересаженным не подходит если будет замечен уберу их на холодильник чтобы они набрались жизни здесь вообще можно на 10 кашков рассадить если честно берез выглядит вот так ну вроде как неплохо ради эксперимента наверное именно в эту землю посажу вот этот цветок и буду смотреть какие растут лучше и буду делать выводы какая лучше земля чтобы для себя уже знать и сохранить едва красавчика у меня еще получились можно было и на большее количество горшочков рассадить но так покучнее покрасивее беленький все-таки сейчас отправится детская а ментол и останется на кухне и в следующий раз уже потому что полила все цветочки сегодня посмотрю как разводить и добавлю немножечко микроэлементов этом все мои хорошие на этом блог буду заканчивать ссылочку на чиститель бренд free оставляю как всегда под видео проходите можно купить на wildberries на зон средство проверенное влюбила в себя уже немалое количество людей всех люблю целую всем пока пока